Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы читаем вторую главу первого послания святого апостола Иоанна Богослова для библейского портала экзегет.ру. Апостол Иоанн пишет «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то имеем ходатая перед Отцем и Иисуса Христа, Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Кажется, все звучит знакомо и привычно, грехи, умилостивление, но если разобраться, то все окажется, может быть, не так привычно, как мы могли подумать на первый взгляд. Вот апостол Иоанн говорит «Дети, я пишу вам это», то есть он пишет это послание, «для того, чтобы вы не согрешали». Естественно, заповеди и наставления именно для этого и даются. Дальше он говорит «А если бы кто согрешил, то есть он понимает, что его ученики не становятся сразу бесплотными светлыми духами или даже оставаясь людьми, но становясь полностью безгрешными, этого не происходит. Поэтому он понимает, что христианский путь – это именно путь, это борьба. Поэтому он говорит «Если кто и согрешил, сразу подразумевая, что заповеди даны для того, чтобы не грешить, но люди могут согрешить, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведником». И вот этот ответ, он может звучать понятно, но он не очень соотносится с нашей жизнью. Мы бы, если, например, взяли какого-нибудь человека и предложили бы ему продолжить фразу, он бы ответил по-другому. И если бы кто-нибудь согрешил, то практически каждый, мне кажется, сказал бы «Ну, пойдет и покается». А апостол Лавян пишет совершенно по-другому. Он говорит «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». И он, естественно, прав. Не только потому, что он просто какой-то авторитетный автор, а потому что сама возможность покаяния, сама возможность нашего внутреннего исправления и примирения с Богом, она укоренена именно в том, что у нас есть ходатай перед Отцом Иисус Христос, а не просто в возможности нашей внутренней перемены. Очень часто люди воспринимают покаяние после грехов как извинение. Я опоздал, и я захожу и говорю «Извините». Я, допустим, что-то неправильно сделал, на меня смотрят обвиняющим взглядом, я говорю «Простите». И все, инцидент исчерпан, я внутренне сожалею. Но грех-то это внутренняя болезнь, которая разрушает человека. Кроме того, она связана с нашим выбором внутренним, с болезнью воли, которая в нас присутствует. И поэтому просто сказать Богу, ну, значит, извини, я, в общем, сожалею, этого мало не только потому, что Бог там ждет от нас чего-то большего, а в первую очередь потому, что не происходит этого внутреннего изменения. И вот это изменение, полноценное, подлинное, перемена ума, оно оказалось возможной именно благодаря тому, что пришел Христос, прожил ту жизнь, которую он прожил, умер той смертью, которой он умер, воскрес, и открыл нам путь, почему апостол Павел говорит, что он примиряет нас с Отцом. В нем мы примирены с Отцом. Поэтому в первую очередь возможность перемены нашей жизни, которая открывается нам в крещении, существует благодаря тому, что Бог воплотился, да, и мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Ну, что это может значить? Вот что значит, что Иисус Христос ходатай, да, здесь употребляется слово, которое означает не только ходатая, но и утешителя. Здесь упоминается, используется слово, которое означает и адвоката, то есть у нас есть оправдание перед Отцом, и это Иисус Христос. И почему-то подчеркивается, что Он праведник. Но каким образом праведность Иисуса Христа исправляет или каким-то образом влияет на нашу праведность? Дело в том, что сама человеческая природа получает в нем оправдание, потому что, когда первые люди пали, могло возникнуть ощущение, если бы кто-то смотрел со стороны, какой-то третий персонаж, можно было бы решить, что Бог сотворил каких-то никчемных существ, которые не способны жить нравственно, не способны жить по Его заповедям. И Господь, воплощаясь и проживая жизнь по человечеству, потому что Христос обладал человеческой волей, и свободно Его человеческая воля следовала за божественной, Он прожил жизнь в соответствии с волей Божией, именно как, да, Он личность божественная, но Он проживал эту жизнь по человечеству, по-человечески, и тем самым Его праведность является оправданием вообще всего человеческого существования. То есть, становится понятно, что люди — это не никчемный, неудавшийся полуфабрикат, который вот сразу там с первых минут, дней, месяцев, сколько там прошло в раю, да, ну вот сразу взял и пал. Нет, вот оказывается, что человек может прожить в послушании Богу. И когда апостол Иоанн говорит, а если бы и согрешили, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, речь идет не в том, что Иисус Христос за нас попросит, и все будет хорошо, а речь идет о том, что мы, видя, что Христос смог пройти этот путь, должны подниматься и идти за Ним, потому что Он проложил ту дорогу, Он показал нам, что это возможно для людей. Поэтому Иоанн Богослов пишет, «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если вы согрешите, смотрите на Христа, Он наше оправдание, Он ходатай наш перед Отцом, и Он праведник, и поэтому вы можете быть праведными». И дальше Он пишет, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Очень важная фраза, которую очень легко понять юридически, так, знаете, формально, как будто бы Господь Иисус Христос умилостивляет разгневанного Отца, и такие точки зрения бывали, особенно в Средневековье и на Западе, такие, так и называлась эта точка зрения юридической. Но вопрос заключается в том, кого Господь умилостивляет, потому что слово умилостивление или милость, корень греческого слова «елей» — это масло исцеляющее, успокаивающее. Вот там, не знаю, когда человек натер что-нибудь, или рана какая-нибудь, то в древности в первую очередь его лечили вот этим оливковым маслом. Так вот, если мы зададим вопрос, кто же после грехопадения оказался изранен, кто нуждался в милости, кто нуждался в исцелении, мы поймем, что это совсем не Бог. Вообще Бог есть любовь, и Амбогослов именно об этом и пишет. И думать, что Его надо уговаривать, чтобы Он с милостью велся, это ошибочно. Господь умилостивляет, то есть исцеляет нашу возмущенную, отворачивающуюся от Бога природу, наше человечество. Почему апостол Павел говорит, Он примирил нас в себе. Христос примирил. А кого надо примирять? Того, кто был в конфликте. Бог не был в конфликте с нами. Он продолжал нас любить. Он и любит свое творение. Не случайно Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это произошло до. То есть Иоанн Богослов в Евангелии подчеркивает, Бог любит мир до того, как Спаситель воплощается, до голговской жертвы. Если Бог так возлюбил мир, то разве нужно было бы его умилостивлять, чтобы он сменил гнев на милость? Еще раз, такие точки зрения были, но если мы посмотрим, например, толкование Светлиана Златоуста или Василия Великого, то мы увидим, что речь не идет о том, что надо было изменить Бога, чтобы Он перестал на нас злиться, гневаться и вдруг смилостивился. Он милостив был с самого начала. Мы были не милостивы, в том плане, что мы были больны. И поэтому Господь является исцелением, умилостивлением грехов наших, и всего мира. То есть Он открывает нам этот путь, Он открывает путь всему миру. Но пойдем ли мы по нему, вот это уже другой вопрос. Далее Он говорит, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Наше сегодняшнее представление о познании очень часто сводится к чему-то теоретическому. То есть вот есть информация, мы ее узнаем. И поэтому кто-то может сказать, я знаю что-то о Христе, потому что я прочитал Его слова в Евангелии, потому что я прочитал какую-нибудь книгу, которая называется Иисус Христос, биография какая-нибудь. Но Иоанн Богослов говорит совершенно о другом. Мы познали Его, и мы узнаем это из того, что мы соблюдаем Его заповеди. А кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины. Совершенно очевидно, что уже во времена Иоанна Богослова были люди, которые говорили, знаю я вашего Христа, я все понимаю, но вот знать отстраненно, конечно, и в те времена люди могли знать чужую точку зрения, но с ней не соглашаться. Здесь явно речь идет о другом, о том, что человек говорит, я познал Его, то есть я познал Его путь, но если ты заповеди не соблюдаешь, то ты лжец, нет тебе истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. То есть она работает, она в действии, она не просто теоретическая. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Параллельно к этим словам можно вспомнить, например, слова Христа, который говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя, есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем, и в вас. потому что тьма проходит, и свет истинный уже светит. Вот апостол пишет о заповеди, которую он дает, и он говорит, не новую. Мы только что вспомнили слова Христа, он говорит, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И эта заповедь, конечно же, новая, потому что Христос именно в этот момент своей жизни и показывает, как он возлюбил. До Христовой жизни, до Христовой жертвы, которая была ради нас принесена, невозможно было говорить об этой заповеди, потому что еще сам Господь не принес себя в жертву за грехи всего мира. Но апостол говорит, не новую даю, а заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Вот здесь может возникнуть вопрос, может быть, он за 40 лет до этого, когда он точно писал это послание, за несколько десятков лет он пришел в какую-нибудь общину, рассказал им, потом ушел оттуда и теперь пишет заповедь древнюю. То есть, может быть, имеется в виду древнее несколько десятилетий прошло. Но может быть, речь идет о том, что сама необходимость любви как заповедь, она была проговорена еще в Ветхом Завете. В Ветхом Завете все было по этому поводу сказано, что необходимо любить ближнего. Другое дело, что возможностей к этой любви полноценной, глубокой не было, потому что человек был поражен грехом, а исцеление было дано во Христе Иисусе. И поэтому он говорит, заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Вот опять, да, кто вы и от какого начала, может быть, речь идет. А его проповедям, может быть, речь идет о том, что от начала любовь является нормой человеческой жизни. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Вот это как раз самое важное. В чем новизна заповеди о любви? В том, что тьма проходит, и свет истины уже светит. Вот он говорит, что делает эту заповедь, наконец, и новой тоже. То есть она древняя. Любить надо было с самого начала. Эта заповедь была дана с самого начала. Но теперь появилось нечто новое в ней. Теперь появилась жертва Христова. Теперь мы, умирая и воскресая со Христом, оказываемся способны к тому, чтобы эту жизнь проживать по-христиански. И поэтому вот, что есть истина. И в нем, и в нас тьма проходит, и свет истины уже светит. Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, Евангелист Иоанн показывает нам два варианта существования в контексте вот этой самой заповеди, древней заповеди, которая получает новое прочтение во Христе. Первое. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть человек может думать, что это имеет к нему отношение, ведь он же пишет здесь, что есть истина, и в нем, и в вас. Во Христе мы не сомневаемся, в нем истина. Но может ли в нас быть истина? Конечно, мы очень часто слышим разговоры о необходимости смирения, о необходимости кротости и подобных добродетелей, но в то же время мы, конечно же, желаем быть в истине, желаем ощущать, что мы поступаем правильно, иначе бы мы просто не могли жить. Мы совершаем поступки, стараемся совершать их по совести, и некоторое одобрение совестное так или иначе получаем. Это первое. Но если говорить о вероучении, мы, конечно, тоже надеемся, что мы и верим, что мы в истине, мы можем как-то погрешать против нее, может быть, что-то некорректно формулировать, особенно если речь идет о бустной речи, но так или иначе мы надеемся, что мы пребываем в той истине, о которой он говорит. И вот он говорит, если кто-то говорит, что он во свете, такой человек, который считает, да, что может быть, он и согрешает как-то где-то, но вот он во свете, «но ненавидит брата своего, тот еще во тьме». То есть оказывается, что ты можешь выучить учебник по догматике, ты можешь совершать самые разные какие-нибудь внешне праведные дела, но если ты ненавидишь ближнего, то ты ничего не понял. Ну это параллельно апостол Павел пишет, что если я отдам тело свое на сожжение и вообще все что угодно буду делать, самые удивительные дела, любви не имею к ближнему, то это все пустое, и нет в этом мне никакой пользы. Для многих это может звучать обидно, потому что люди могут жизнь положить на изучение богословия, но любви к соседу не приобрести, к брату родному, или к сестре, или к кому-то не было еще. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна». Действительно, кажется, есть столько разных сфер, которые необходимо познать, узнать, углубить наше присутствие в них, и богословские сферы, и практические, так много разных интересных наук. Да, и может быть, для того, чтобы жить здесь, чтобы наша жизнь здесь была какой-то качественно иной, мы можем углублять какие-то знания свои и развивать какие-то технологии, науки. Но в этом тоже, на самом деле, немного пользы, если мы не любим. А вот если любим, то мы пребываем во свете. То есть здесь Иоанн Богослов, он не говорит, что все остальное не нужно. Он говорит, просто вот есть свет, ты думаешь, что ты в нем, или ты думаешь, что ты вне него, вот тебе лакмусовая бумажка, вот тебе возможность проверить. И это не какие-то сложные формулы, это не какие-то сложные, знаете, там есть, вот, чтобы доказать, что существует бозон Хиггса, надо было построить огромный адронный коллайдер, доказать, что есть частица, которую ни в один микроскоп не рассмотреть. А чтобы доказать, во свете ты или нет, надо всего-навсего понять, любишь ты брата или не любишь. Но, что интересно, что для нашей человеческой жизни, жизни нас именно как людей, не как биологических существ, как образа Божьего, доказательство того, что мы во свете Христовом, значительно важнее, просто несоизмеримо важнее, чем любые бозоны и остальные предметы изучения естественных наук, потому что мир проходит, наши отношения с Богом и друг с другом остаются. Это единственное, что остается в вечности. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. И мы знаем, на самом деле, конечно, что люди, которые ненавидят братьев, они живут активной жизнью, развивают технологии, развивают свои страны, свои способности и много чего другого. То есть им может казаться, что они живут полной жизнью, что называется. Но на самом деле это все тьма, потому что ненависть к ближнему, она всегда означает духовную слепоту и тьму. И он не знает, куда идет. То есть человеку кажется, что мы все так или иначе строим планы. У нас у всех замышляем ли мы что-то небольшое или что-то грандиозное, что повлияет на жизнь самых разных людей в зависимости от той власти, которой мы обличены. Так вот, мы и можем строить планы, но если в этих планах присутствует ненависть к ближнему, то эти планы не приведут к тому, к чему мы идем, а приведут к чему-то другому. Потому что человек, который строит свои отношения с другими на ненависти, он может строить любые планы. Есть духовные законы, которые работают вне зависимости от того, какой властью ты обладаешь или какие планы ты строишь. Если ты нечто делаешь по любви, то все получится, потому что ты ходишь во свете. Если нет, то значит тьма ослепила тебе глаза. Далее апостол пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Ну, такой некоторый поэтический прием, как поэма или как песня такая, да, в котором он в таких красивых образах, вот дети, отцы, отроки и юноши. То есть здесь такой образ вообще всей христианской общины, разные возрасты, и им прощены грехи, они познали Бога, победили лукавого, и даже здесь еще раз подчеркивается, познали отца. Потом апостол пишет нечто подобное, но использует другие глагольные формы. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Написал вам, юноши, потому что вы сильны». Здесь в первом случае юноши как раз победили лукавого, а отцы познали сущего от начала. Так что это параллельно, да, такие вещи. Как раз, ну, как в поэзии бывает часто. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Ну, как раз повторение того, что было сказано до этого. Ну, победили лукавого. Понятно, что они победили зло в своей жизни, и победили лукавого, если говорить о космическом масштабе, вместе со Христом, естественно. Все это вместе со Христом. То есть он им пишет, что это произошло, но в самом начале главы мы видим, что все это произошло из-за Христа. Далее он пишет известные слова. Он говорит, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий». Можно вспомнить еще слова из послания апостола Иакова, который говорит, «Дружба с миром есть ненависть к Богу». Но в то же время можно вспомнить и слова самого Иоанна Богослова, который в начале своего Евангелия говорит, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную». Так вот, как же тогда это понять? Не является ли это некоторым противоречием? Тем более, что дальше он пишет, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Но, судя по всему, речь просто идет о разных мирах. Речь не идет о том, что есть, ну, в мирах не в смысле, каких-то параллельных реальностей. Когда Бог сотворил мир, мы употребляем слово «мир», по-гречески это будет «космос», когда Он сотворил мир, Он говорил, что мир хорош. Потом, когда человек пал, мы понимаем, что хорошесть мира его внутренняя добротность, каким его Бог сотворил, она никуда не делась, она не исчезла, но человек своей злой волей, своими грехами вокруг себя расширял пространство вот этого искаженного, отравленного, другого мира, мира межчеловеческих отношений, мира людей без Бога. Потрясающе, Альберт Камюн в 20 веке, такой известный философ, так и писал, что логика эпохи возрождения и просвещения всего, что делал человек в это время, он расчищал площадку, на которой он будет жить без Бога по собственному желанию. Так вот, это началось еще в раю, когда Ева решила, что она сама может решать, что есть добро, а что есть зло, что можно, а что нельзя. И вот это пространство, это пространство искаженное, больное, человек в нем и хочет, страстно хочет быть, потому что он желает самостоятельности, желает, он же как Бог сотворен, в смысле, ну то есть у него есть потенциал быть как Бог с маленькой буквы, да, но Бог створил его по своему образу, то есть в нем есть эти силы, но нет правильного выбора, нет правильной позиции в том, как это реализовывать, и поэтому счастье и полноты в этом человеческом пространстве, в пространстве только человеческой воли, как Достоевский говорил, да, по собственной воле, по человеческой греховной пожить, вот в этом пространстве счастье невозможно, и апостол говорит, не любите мира, ни того, что в мире, то есть речь идет о вот этом греховном мире, об этом состоянии, почему, ну, потому что Христос дает нам другой мир, помните, он говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю, потому что основа, основа вот этого человеческого, искаженного, испорченного мира, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, прекрасно это, эти три категории укладываются в то, что ощущает Ева, когда она смотрит на плот, если мы вспомним, и увидела Ева, что древо, что плод, хорош на вкус, похоть плоти, вкусовые, вот телесность, что он красив на вид, похоть очей, и что он дает знания, и апостол говорит, гордость житейская, и мы знаем, апостол Павел пишет, что гордость знания надмевает, ну, такое ложное знание, неправильно понятое знание, так вот, получается, что это вот все, что в мире, в том мире, который образовался в результате грехопадения, в мире падшем, все в нем, вся его неправда основывается на трех вещах, на неправильно понятой телесности, на неправильно понятой красоте, неправильно понятом, что такое красота, это то, как должно быть, человек решил, что он лучше знает, как должно быть, что он лучше знает, что такое мир Божий, как он должен быть устроен, и гордость житейская, то есть человек, он возвысил себя, и решил, что вот эта падшая его жизнь, она и есть жизнь правильная, нормальная, что те силы, та власть, тот самообман, который в ней царит, что этого вполне достаточно, что это и есть основа его жизни, но все это не есть от отца, но от мира, вот как раз, от этого неправильного, изуродованного мира, и он дальше пишет, и мир проходит, и похоть его, похоть, потому что похоть как раз и лежит в основе неправильного выбора, то есть человек сотворен, как иерархичное существо, и он должен был научиться владеть собой, то есть его дух должен был руководить им, но когда дух подчинился как раз похоти, увидело, что вкусно, увидело, что красиво, что дает знания, вот когда он подчинился ум похоти, оказался в плену этой самой похоти, вот как раз апостол и пишет об этом, что мир проходит и похоть его, то есть вообще мир вокруг нас греховный, он и живет похотями, хочу этого, хочу того, хочу большого чего-то, какие-то большие у меня планы амбициозные, или пусть даже чего-то незначительного, но так или иначе, все в мире, весь прогресс, вся наука, все практически движется вот этими разными желаниями, хотя первое и главное желание для человека, это пребывание с Богом, но апостол как раз и говорит, похоть проходит, а исполняющий волю пребывает вовек, что это значит, в каком смысле проходит, мы можем оглянуться вокруг себя, и ничего не проходит, люди так же похотливые живут, и мир живет, но возможно Иоанн Богослов имеет в виду, что все эти желания похотливые, которые существуют в человеке, заканчиваются, сначала заканчиваются, в возрасте просто, в старости еще больше заканчиваются, в смерти заканчиваются окончательно, и кто бы к чему не стремился, и какие бы проекты не осуществляли, и самые дорогие и модные машины оказываются на свалке, и они ржавеют и гниют, и самая дорогая еда может прийти в негодность, и все здания, которые мы строим, разрушаются, мир проходит, но исполняющий волю Божию пребывает вовек, потому что он понял главное, открыл ключ к вечной жизни, которая и есть жизнь с Богом. Апостол пишет дальше такую вещь, которая, может быть, нас даже смутит, он говорит, дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время, последнее время, исхатон, то есть последние времена, которые приближают нас к встрече с Богом, прошло две тысячи лет, и здесь, с одной стороны, мы можем сказать, что апостолы по-человечески ожидали Христа прямо в ближайший момент, мы видим эти яркие ожидания и у апостола Павла, и у апостола Петра, и мы видим в посланиях мужей апостольских, что вот-вот, вот прямо совсем близ при дверях, тем более, что и Апокалипсис написал, Иоанн Богослов, в то же время мы понимаем, что, конечно, вот эти Антихристы, о которых он пишет, и теперь появилось много Антихристов, они и приходили, и, может быть, еще будут приходить, это люди, которые пытаются заменить собой Христа или противопоставить себя Ему, может быть, не впрямую, но удалить от Бога, увести от Бога, на ложный путь на какой-то направить, хотя в данном случае мы видим, что апостол пишет про конкретные проблемы в общине, он говорит, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы были они наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Все речи идет о том, что видим какие-то, ну, может быть, гностики, чаще всего в то время именно с гностиками, дакетами какими-нибудь, шла борьба, и были люди, которые приходили, смотрели христианство, интересная новая религия, можно попробовать что-то от нее получить, в итоге они начинали искажать христианские учения, они начинали исказать христианские заповеди, и когда община говорила, простите, но вы не можете называться христианином, потому что вы ведете себя тем или иным образом, неправильно, то вот эти люди или сами выходили, или их изгоняли, как, например, апостол Павел про кровосмесителя пишет, такого надо изгнать из общины, и тогда открылось, что эти люди изначально искали не того, чему поучиться в христианстве, а искали возможности поучить и ввести какие-то свои новые ложные идеи и заповеди. Далее он говорит, «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Тоже довольно парадоксальное утверждение, «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». У нас сегодня есть такие области науки, что, кажется, и в одной до конца всего знать невозможно, не говоря уже о разных науках. Ну, можно сказать, что тогда этих наук не было, но все равно вряд ли можно говорить о том, что речь идет о каком-то интеллектуальном познании. И, конечно же, речь не о нем идет, а речь идет о том, что вы знаете все, что происходит. Смотрите, они вышли от нас, но не были наши. То есть, вот есть проблемы в общине, есть проблемы, есть люди ошибающиеся или прям сознательно искажающие истину. И апостол говорит, «Вы имеете помазание от святого и знаете все». То есть, вы знаете в этой ситуации, кто прав, а кто не прав, за кем истина, что за вами, например, истина, а не за теми, кто вышел. Вот в этом отношении речь идет именно об этом, что вы знаете, истинное положение дел в общине, что вы на правильной стороне, раз вы остались со Христом. А те, кто вышли, те вышли. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, естественно, раз вы остались, я вам пишу, то вы знаете истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Казалось бы, но если мы знаем, для чего тогда писать? На самом деле, люди всегда внутренние, люди думающие, стремящиеся к глубине, всегда ощущают возможность ошибки. Ощущение собственной безошибочности, безгрешности, ощущение, что ты единственный прав, отстаиваешь истину, и все, кто с тобой не согласны, они должны сразу быть наказаны, отвержены, изгнаны. Это ощущение неправильное, ощущение внутренне больного человека, ощущение человека, ошибающегося как раз. Поэтому, он говорит, я вам пишу не для того, чтобы сообщить вам некоторую новость, чтобы утвердить вас, чтобы подсказать вам, сообщить вам, успокоить вас внутренне. Вот был конфликт, да, некто, кто был с вами, вышел от вас, поступил антихристианский, может быть, стал утверждать что-то неправильное, может, делать что-то не так. Но я пишу вам, именно потому, что вы остались, я хочу подчеркнуть, что вы остались в истине. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. В итоге мы понимаем, что перед Иоанном Богословом или в той общине, о которой он пишет, были гностики, которые, во-первых, отрицали Ветхий Завет, потому что, что Иисус есть Мессия, Мессия — это же Ветхозаветный контекст сразу создает. Иудеи ждали Мессию, Христос приходит для того, чтобы он является Мессией. Но есть люди, которые говорят, какой Мессия? Ветхий Завет вообще весь не от Бога, это там какой-то ложный Бог, а вот истинный Бог, он прислал сюда Иисуса, как раз гностики так рассуждали, и апостол Иоанн говорит, нет, ничего подобного. Вот кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? И здесь сразу, во-первых, утверждение, что Он таки Христос, а во-вторых, что Ветхий Завет — это то, что предшествовало Новому, но что объединяется одним контекстом. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Человек, который отрицает мессианство Иисуса, возможность называть Его Христом, гречески, в мышах по-еврейски, Мессия Христос, помазанник по-гречески. Так вот, если человек отвергает это, он сразу отвергает и Отца. Почему? Потому что Отец может быть Отцом только если есть Сын. И Сына, потому что отвергающий Отца отвергает и Сына. Так вот, всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. То есть были люди, которые говорили, ну, это какой-то проповедник, это какой-то там праведник, какой он Христос, и вообще Ветхий Завет это что-то такое чуждое и неправильное. И Иоанн Богослов говорит, всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца. То есть невозможно принять одно без другого, первого без второго и второго без первого. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает в вас, если пребудет в вас, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Отце и в Сыне. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Интересно, что Иоанн Богослов начинает с очень практических вещей. Мы говорили, любовь к ближнему, кто любит брата или кто ненавидит брата, и такие вещи вполне понятные. Обсуждает, обращает на них внимание, а здесь дальше вот Антихрист, Христос, Отец, Сын, для чего все это нужно. Но это все связано. Все связано, потому что правильная нравственная позиция возможна при правильной вероучительной позиции. Если ты понимаешь, что тот, за кем ты пошел, это Сын Божий, который через жертву на кресте, через смерть и воскресенье, открыл для тебя возможность новой исправленной жизни, той самой любви, о которой мы говорили. Поэтому обетование, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Далее апостол пишет, это написал я вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, с большой буквы, то есть от Бога, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание, учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему научило вас, в том пребывайте. Звучит довольно странно, потому что помазание, это вообще что-то такое материальное, как оно чему-то может научить. Ну, сегодня мы понимаем, что, в принципе, например, компьютер тоже материальное явление, но он может нас чему-то научить, если в него программу определенную заложить. Но здесь явно не об этом. Помазание не какая-то сложная система, которая может чему-то научить. Но апостолы, оно не имеет в виду само помазание. Под этим помазыванием он понимает Духа Святого. речь идет о помазывании Духа Святого. Почему оно и называлось таинством мира помазания, сегодня мы мажем миром, древности апостолы Духа Святого, Дух Святой через возложение рук низводили на учеников. И действительно, здесь апостолы Богослов подразумевают в этих словах, что Дух Святой пребывает в общине верующих, и он их научает. Не случайно, значительно позже, уже через две тысячи лет, владыка Антоний Сурожский говорил, что если бы так случилось, что на земле исчезли бы все Евангелия, все священные писания христианские, то церковь могла бы написать новые, потому что она живет Духом Святым. Она не зависит от текстов. Мы, конечно, читаем тексты, мы, естественно, они являются центром нашей жизни, но они являются с такими подпорками, что ли, да, как Святитель Иоанн Златоуст говорил, что если бы мы жили в Духе, мы не имели бы нужды ни в каких писаниях, но потому, что мы далеко не всегда живем в Духе, часто ошибаемся, нам дано откровение для того, чтобы быть твердым основанием. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествие Его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Он возвращается к тому, с чего он начал. Знайте, что он праведник. И это не просто, знайте, что кто-то поступил очень хорошо, что кто-то прожил прекрасную жизнь. Праведников много вокруг нас и сегодня. Знайте, что он праведник, то есть, знайте, что был тот, кто, и он есть, потому что Христос жив, он не просто был, что есть тот, кто смог прожить жизнь по воле Божией. Как Христос говорит в Евангелии от Иоанна в беседе с апостолами после беседы с самарянкой, «Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Так вот, знайте, что он праведник, но знайте и то, что всякий делающий правду рожден от него. И здесь можно посмотреть на эту фразу под двумя углами зрения. Во-первых, всякий делающий правду рожден, то есть, если мы видим человека, который действительно праведно живет, то он этой жизнью укоренен в Боге, но с другой стороны, чтобы жить праведной жизнью, необходимо родиться от него. Иными словами, подлинная любовь и подлинная жизнь в Боге возможны только через Иисуса Христа. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok